Как сказал Амар Хаям, вино не только друг, вино мудрец, с ним разнотолком ересям конец. Вино алхимик превращает разум в пыль золотой жизненный свинец. Вот с этого чудесного тоста от Александра Стукалова кафеджил, знаменитого кафеджил города Кишинев, мы начнем нашу передачу, наш разговорчик. Александр, спасибо за тост. Лыхаем, православные. Я бы еще, знаешь, что такое бы добавил? Тоже Амар Хаяма. Развеселись в плен не поймать ручья, зато ласкает пенная струя. Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь твоя. Друзья, ваше здоровье. Лыхаем, православные. Ваше здоровье. Санте гуд. Да, зер гуд. Каюсь... Вишената? Нет. Каюсь – это не вино, это винный напиток. Да, да, да. Вишената. Похоже. Нет, не похоже на Вишената. Если ты вот чуть-чуть лучше распробуешь, то ты там найдешь оттенки граната. Ну, скажи, что это гранатовое вино, я бы так не сказал, батенька. Нет, там просто это напиток винный, в котором есть гранат. Гранат и сок, да? Да. Но это вкусно. Но это не вино, друзья. Это вкусно. Здесь 70% вина, это такие эксперименты... Ты хоть как-то изобретаешь новый напиток? Нет, ничего я не изобретаю. В мире оно все изобретено уже? В мире все давно изобретено. Друзья, вы знаете, пару дней назад я разговаривал с ним очень приятным, во всяком случае, для меня человеком, Лёва Зусман. Лёва Зусман с Иринопольской. О как! Так вот он рассказал массу-массу интересных вещей, и одна из которых касалась его прадедушки, который был провизором, и который сделал в свое время то, что называется бальзам с использованием смол бальзамических деревьев. И шо? А вот шо? Шо и шо? Мы шо тут в Одессе шо, шо ты шокаешь на меня? Александр, не шокай. Дело в том, что... ВУЗ, как говорят еврейцы, ВУЗ. Я-то знаю, что Александр Стукалов, Саша, пишет книгу о Кишиневе. Да, как ни странно. Да, молчим-молчим. По большому секрету хочу вам рассказать, что и про прадедушку Льва Зусмана у Саши там тоже есть одна глава. Нет, там не глава, просто я как-то сказать, я даже не знаю, как это получилось. Это было... Ну, историей Кишинева я влекся давно. Давно. Ты Кишиневец, да? Да, я родился в роддоме на бывшей территории еврейского гетто, там улица по спектрам молодежи, где родились почти все кишиневцы. Все кишиневцы. Все кишиневцы, да, кишиневцы, да. Ну, моего возраста, однозначно, да. Но это было тоже где-то так. Это там, ребята, где был раньше, Напротив, Театр Москова. Ну, и вот с ним в этом. Вопрос в том, хотя мой папа с Москвой, мама с Волгограда, я родился в Кишиневе, я кишиневец. Я бессарабец. Мы будем говорить, так, я бессарабец, потому что я, например, считаю Бессарабию, честно, я не считаю это отчасти Молдовы, могут на меня наезжать. Объясню, почему. Это Бессарабия. Бессарабия определенный склад людей, потому что и Кишинев не молдавский город. Я, честно, могу сказать, это имперский город. Кишинев родился благодаря императорам, хотя он был как местечко, как город был давно. И когда его еще Штефанчелбан подарил лайку Паркалабу, значит, это она и есть на самом деле. То есть, он существует давно как место, как город, как местечко, все такое прочее. Но, будучи городом, он стал благодаря стечению обстоятельств, потому что империя распространилась. Плохо или хорошо, мы об этом говорить не будем. Так получилось. Так легла карта. Я считаю, что, значит, и тут, по-моему, образуется новая нация. Мне так кажется. Объясню, почему. Есть такой еврейский историк Шлома Зант, живущий в Израиле, в Иерусалиме. Так, так. Шлома Зант, который пишет про евреев. Значит, он говорит, что Израиль это третья попытка человечества создать новую нацию. То есть, первая попытка была в Соединенных Штатах Америки, когда в Америку приехали кучи людей национальности и пытались создать американцы. Но, увы, она не получилась, потому что есть американцы-латиносцы, американцы-японцы. То есть, там тоже какой-то симбиоз произошел, но, по крайней мере, не до конца. Следующая попытка создать новую нацию была в Советском Союзе. Да. Которая частично прошла дальше, чем в Америке. Прошла частично дальше, чем в Америке. И, в принципе... И целью было создание советского человека. Советского человека, да. И вопрос в том, что, будем говорить, что отчасти моя супруга покойная это тоже плод, потому что мой тесть из Румынии, а теща из Сибири. Понимаете, вот, воля случая свела их... Это генетическое разнообразие. мы говорим не об этом. Мы говорим не об этом. А ввиду того, что я жених, уже живущий в Кишиневе, у меня жена была полурумынка, у моей младшей сестры муж болгарин, а у старшей сестры муж молдаванин. И вопрос, как дальше ляжет карта у моих всех племянников, никто не знает. На ком они женятся и все такое прочее. Хотя... То есть, ты прекрасно понимаешь, что это... Вот. И вот я считаю, что он считает, тот шлом, блинешься к Шломазанду. Шломазан считает, что Израиль, это третья попытка человечества, создать новую нацию евреев из 48 национальностей евреев. Ты зря смеешься. И ты зря смеешься. Почему? Я тебе объясню, почему. Когда я приехал в Израиль, в кок к своим друзьям, и меня повели покупать билеты, как православному атеисту, чтобы я посетил все христианские ценности, гроб господен. Грех не посетить, понимаешь? Потому что сначала посетил Назарет, все, а потом посетил Сину Плача, заходил и в мечети, и в синагоги, и в храмы, и православные, и католические, все посетил там. Потому что это сильно, отчасти, так, часть людей считает, так нет, и дальше, но тот же Шломазан считает, что не было Иерусалима, что Иерусалим, это Константинополь, вот это настоящий Иерусалим. И перепрыгнул, что было с тобой в Иерусалиме? Не в этом дело, так сказать. Вот вопрос в том, тот же, вот меня привезли в том же городе Холон, они говорят, Саша, идем покупать билеты, я говорю, пошли. А, с такой интонацией, я только приехал, только приехал с самолета, а летел я через, через этот самый, через Ясы, это значит, пока я туда прилетел, они говорят, пиво хочешь? Я говорю, да, конечно. И первое пиво, которое было в Израиле, это было пиво на Тахтари, вместе с этой самой, что ж там ел этот, что грузины делают, это вот, хачапури, то есть, там сидели грузинские евреи, пирожок, да, сидели грузинские евреи, продавали грузинское пиво на Тахтари, сидели, говорили по-русски, по-грузински, стопроцентные грузины, конкретно. Дальше, когда я хотел купить гешир, такой напиток из высушенной ягоды, кофе, мне сказали, сказали, дали на шукармеле в Тель-Авиве, куда надо идти, и я подхожу к дяденьке там, на базаре, скажем, где найти такого? там будет наш кавказец, подойдете к нашему кавказцу, все они евреи, но это все люди, плюс у меня... Ну тебя тут же в наши записали, да, да, ну да, с твоим профилем, посмотрите на его профиль, это же... Чистый русский, да. Чистый русский. Так вот, дальше, смотри, больше. После чего, мы поехали, у меня есть друзья, там немного друзей, есть у меня друзья, бывшие военные, еврейцы, они таймани, они выходцы с Йемена, вот эти все, которые. И когда мы приедем туда, мы поехали на последний праздник, на день, мы по... этого, суккота, поехали к ним в Иерусалим, и когда мы там сели выпивать, закусывать, праздник, скотт, у меня мой товарищ Яша, который уехал 25 лет назад, уехал в Израиль, говорит, Саша... А что ты говоришь с еврейским акцентом? Ну так я... А-а, пошел в роль. В февраль, да. И когда они говорят, а что это за музыка? Я говорю, Яша, слышишь, кто из нас в Израиле живет? Там пели музыку Мазрахи, это музыка Мазрахи, это музыка выходцев с арабских стран. То есть, это еменские, это марокканские, это тунисские евреи, все, которые... И в принципе, вот в доме моего товарища, который мы там сидели, в этом Иерусалиме, где растут гранаты, в Адмаре прямо, ты трогаешь там все, значит, там были стопроцентные арабские, жена не выходила к мужчине. Как мне нравится с Александром вести передачу, вообще ничего не надо говорить. Он настолько эмоционален, настолько самодостаточен, что я вообще не нужен в кадре. Продолжай, извините, друзья. И вот получилась такая ситуация, что жена не выходила вообще. Он у меня звел, Гассаж, давайте я познакомлюсь со своей супругой. И дети, и жена сидели, они к гостям не выходили. Кухня была. Что так? Они же арабы, только они арабы еврейского происхождения, конкретно. Понимаешь, там стопроцентные арабские обычаи. Музыка Мазрахи, обычаи Мазрахи, все как у арабов, точно, все по всем нюансам, они вот так себя ведут. И кухня такая, потому что Яша говорит, а что они едят? Я говорю, Яша, блин, почему я из Кишинева русский должен знать, как твои соплеменники, правда, немножко другие, кушают? Так вот, о чем я тебе говорю, что в том, эти таймани, они не похожи на европейских евреев. Не похожи. Нормально, но естественно. Так вот, Шломазан говорит, что попытка создать новую НАПСУ из 48 национальностей евреев. После чего, тоже такой нюанс, еще интересный, когда я встречаю свою жену, бывшую жену моего одноклассника Фимы. Так твою или его жену? Его бывшую жену моего одноклассника Фимы. Я встречаю. С Галки, я написал, что я везда, она приехала, Саша, все. А она, когда с ним развелась, она вышла замуж за Сабру. То есть, еврейца, который там живет, по-моему, там с начала 20 века. И оказалось, они живут по-другому. То есть, в принципе, вот этот, этот израильтянин, который живет там, отличается от моего друга израильтянина очень сильно. Это абсолютно разные люди с разным менталитетом. И вот этот самый, к тому же шло Мазанду. Попытка создать новую национальность евреев из 48 национальности евреев. Потому что, когда они начнут, то есть, это разные менталитеты. Поэтому я хочу сказать, что Бессарабия, вот тут, где мы живем, между Прутом и Днестром, это тоже, может быть, четвертая попытка человечества создать новую нацию. Потому что я, я этнически русский, я этнически русский, но я молдаван. Я бессарабец, потому что я люблю стакан с вином, мамалыга, токана, я люблю, обожаю молдавскую музыку. Женщин? Собо собой. А что ты это? Нет. А что ты потерялся? Нет, вообще, нет, вообще, все в совокупности. Это моя родина, это моя земля. Понимаешь, какая ситуация? Я в ней живу, у меня, и у меня огромное количество друзей разных национальностей, которые все бессарабцы. Опять же, приходит, ты же знаешь, я тоже веду передачи, приходит мне на эфир русский актер Иван Головин, который живет во Франции, читает, Пушкина обожает, все такое прочее. Иван Головин, у него папа русский, мама молдаванка, у его жены папа русский, мама молдаванка. То есть, дети наполовину русские, наполовину молдаванка. Это русский актер, русское семейство Головиных. Вот, понимаешь, и они, они в принципе, они вписали в себя, то есть, по большому счету, они, хотя уехали во Францию, они впитали в себя русскую и молдавскую культуру. Друзья, давайте я переведу все, что она говорила Александр до сих пор. Междуречие между Прутом и Днестром это четвертая попытка создания новой нации, которая... Бессарабка. Да, мне это кажется. Которых Александр любезно назвал новыми евреями. Но в таком случае... Нет, я назвал новыми евреями, я сказал, что это бессарабцы. И я считаю, значит, мои друзья, мои друзья, крестная мама и старшая дочери, которые уехали в Курск, русские люди, они потом жалеют, очень долго, сейчас уже нет, а раньше жалели. Они с местными только стали общаться тогда, когда вышли, выдали дочку замуж за местного. то есть кишиневцы жили замкну, потому что менталитет кишиневцев отличается от менталитета. У нас определенный менталитет, сформированный и разными... Наш поликультурный менталитет сформирован огромным количеством воздействий из культур различных... Да, ароманская культура, тюркская культура, иудейская, южнославянская, восточнославянская. Вот я тебе хочу сказать, что та территория на Ближнем Востоке, которая на сегодняшний день называется государством Израиля, то же самое, но израильтяне, немножко, все израильтяне, немножко молдаване. И хочу... Там очень много наших. Нет, они все немножко молдаване, даже те, кто приехал из Эфиопии. Почему? Имеет черный цвет кожи. Почему молдаване? По одному простому признаку есть символы государства. Одним из самых значимых символов каждого государства это гимн. Гимн государства Израиль придумали наши. Это наша молдавская народная песня, Карл Кубой. И, друзья, мы немножко евреи, они немножко молдаване, и у нас все хорошо. А теперь мы заканчиваем вот этот поликультурный экскурс в историю эмбреевских. Не только поликультурный, а еще поликонфессиональный. Потому что, например, когда идет Пасха, у меня, как у православного человека дома, лежит православный кулич, само собой, пасхальный, и немножко мацых. Потому что, в принципе... Ну, Александр, вот ты немножко все. Ты отдельно. Я тебе хочу сказать, есть, я не помню, есть такое очень интересное высказывание одного еврейца. перед... Какие словечки он использует? Еврейца. Значит, перед Второй мировой войной. Он говорит, мы все... Он бессарабец. Мы все в Бессарабе полу. Он говорит, я полурусский, полуеврей, полурумын, полукоммунист, полусионист. К нам в дом приходит Ребет Цирилисон, православный священник такой-то, большевик Иванов и румынский... То есть, понимаешь, я прекрасно понимаю, что это правда. Это правда, потому что у меня есть в друзьях отчасти русские националисты, у меня есть евреи, которые ходят в синагогу, у меня есть люди, молдавские националисты, есть румынские националисты, с которыми... Кстати, а меня ты как определишь? А ты бессарабец. А, просто бессарабец. Ты бессарабец. А потому что у тебя, в принципе, у тебя нет ярко выраженных... Как тебе сказать? Эй, да, нету ярко выраженных. Секундочку, батенька, ты не экстремист. Естественно, я не экстремист. Я человек мягенький, пушистенький, никого не трогаю, пусть меня никто не трогает. Мы говорим по-молдавски, у нас есть своя история, у нас есть свое настоящее, свое будущее, у нас есть Александр Стукалов, который совершенно, фантастически, полутораминутное вступление к началу передачи превратил в 15-минутную лекцию рассказе о том, кто израильтяне и кто молдаване, живущие между речью. Что те немножко молдаване, те немножко евреи. Это твоя была. Да. Это твоя была. И ушел элегантно, элегантно, так, от вопроса, который ему был задан. Александр, ты пишешь книжку о Кишиневе? Я пишу книжку о Кишиневе. Вернись, пожалуйста. Так вот, суть в том, что я увлекаюсь историей Кишинева, увлекаюсь... Мы его вернули обратно. Увлекаюсь историей Кишинева, я взял передачу, мне пришел Сережа Сечкорец. Так. И говорит, ну, мы провели передачу, он мне говорит, у меня будет экскурсия, я буду вести экскурсию типа по Иллинскому рынку, там по району, где я жил. Иллинка? Да. Я говорю, можно пойду с тобой? Я говорю, с огромным удовольствием, кончилась с вами наша группа, остановилась на Пушкинской горке, и что-то меня вдруг понесло. Я стал рассказывать стихи Пушкина, которые знаю. Знаешь, что я знаю? Христос воскрес, моя ревека, сегодня следуй душой закону Бога человека, с тобой целуюсь, ангел мой, а завтра к вере Моисея за поцелуй я не рамею, готов еврейка приступить, и даже то тебе вручить, тем можно верного еврея от православных отличить. Посвящено Марии Ивановне Эйнфельд. Но Мария Ивановна Эйнфельд никакого отношения к евреям не имеет. Это дочка молдавской бояре, ее ордаки Мила, красавица, полумолдаванка, полугречанка, Мария Милла. Замужем за немцем Эйнфельдом, который был горный дел генералом, который, как все пишут, только любил выпивать и все прочее, играть в карты. И женщин? Нет, женщин он не любил, он был уже, он был просто выпивать. А, просто выпивать. Почему вдруг, а при чем тут Мария, вопрос очень интересный. Это тоже история Кишинева. Потому что в 1819 году, 30 декабря, в Лондоне, тиражом 10 тысяч экземпляров, вышла книга «Айвенго», которая была распродана за три месяца. и там есть красавица, еврейка, Ребекка, Ребекка. Вы зачитывались? В 1820 году, она была уже издана в французском языке. И Пушкин читал, даже в Кишиневе, читал это «Айвенго», в Кишиневе, это в французском языке. И это было, это модно. И вдруг тут появляется красавица, полу-молдаванка, полу-гречанка, Мария Милла, которая, и вот ее назвали еврейкой. Слушай, ты знаешь, как интересно, я же «Айвенго» взял, в детстве, прочитав юношество, раннем юношестве, прочитал в библиотеке, детской библиотеке Пушкина, которая находилась на улице Пушкина, и которую Пушкин, роман, который Пушкин, читал в городе Кишинево, вполне возможно, на улице, которая позже была названа имя. Скорее всего, в 1820 году, улица Пушкина, когда Пушкин здесь был, не было улицы Пушкина. Нет, она была заложена в 1820 году. Пушкин тут был. Пушкин был, но улица иначе называлась. Да. Такая вот дурная бесконечность. Да нет, это дело. Она была улицей, иначе, она только начали прокладывать в 1820 году. И вот, понимаешь, какая ситуация. И вот, после чего, когда все это рассказал, на следующий день мне звонил с Держи, и говорит, слушай, а что ты не водишь экскурсию? Экскурсия. Я думаю, а почему ты не водишь экскурсию? А что ты не водишь экскурсию? Да, вот я тоже возмущаюсь. Приходите, батенька. Виртуальные экскурсии дальше. А как узнать, вот где, когда экскурсии? Есть Facebook. Стукалов. Facebook.stukalov.md Саша, ну, ты понимаешь, где я, и где эти электронные дела. Я до сих пор, вот не знаю, Nokia 3310. Ну, ты понимаешь, это усталый человек от жизни. что поделаешь. Да. и дальше, и после всего этого прочего. И тут думаю, опа, я стал писать, думаю, буду тут рядышком. А тут же до этого я встречал Марка Евгеньевича Ткачука, который мне сказал, знаешь, Саша, слово казенить, это чисто хишиневское слово. Я говорю, как? О! Оказывается, мы все казенили немножко. Да, все понемножку. И чуть-чуть. чуть-чуть. Так вот, парк Пушкина, парк, ну, еще Штефан Ачилмарий, до этого парк Пушкина, до этого городской сад, до этого парк Александровский сад. Он дал еще казенным садом. Казенным садом. А ввиду того, что здесь сейчас находятся музеи истории, там была первая мужская гимназия, которую закончил русский мыслитель Гершинзон, между прочим, А потом в советское время там был технологический факультет Кишиневского политического института. Взяли виноделие, да. Это раз. Который был... И кафедра виноделия там была. В 77-м году был разрушен. Это реплика. Да. Так вот, получается, что... Казенный парк. Казенный парк, А женская гимназия говорила, что дальше? И когда школьники казенели... Казенели это... Прогуливали. Сбегали. Они шли в парк. Они были в казенном саду. Они казенели. Это чисто Кишиневское слово. Вот как... Помнишь, когда... Крым наш, помнишь, брали? Когда он сказал, судите с поребрика. Вот такая же штука. Казене это чисто Кишиневское слово. Чисто... Погуливали. Еще используется... Благодаря парку, который мы знаем, как парк Пушкина, потому что... И я в этом парке Бюст Пушкина был установлен еще в 1895 году. Это не так, батенька. Подожди, дойдем до этого тоже. Дойдем до этого тоже. Дойдем. Ну хорошо, про казене. Ты вот когда учился, ты казенил там... Всех казенели. Мы тоже. в школе номер один. А я в школе номер два. Котовского. И меня Александр Сергеевича Пушкина. И это вот в двух кварталах от казенского парка. И мы там казенели уроки. Двух и в одном. После этого дважды выгоняли из школы. Так вот, смотри. И вот, и тогда я стал, увлекся историей парка. Кстати, спасибо за семантику слова казенить урок. Это не мне, а Марку Евгеньевичу. Так вот, дальше, смотри. И после всех этих нюансов я думаю, опа, надо изучать. И и все. И я загруз. То есть, я завяз. Я завяз все полностью. Для меня я стал изучать историю парка. И полностью все, и понял, что это квинтисенция Кишинева. Это фантастика, а не парк. И книга будет называться «Легенда». И книга будет называться «Легенда». Извини до книги. Скажи, пожалуйста. Никто не знает. Вот есть два типа парков. Есть английский и французский. Чисто вопрос такой. Никто по преданию и как пишет, парк был освящен, заложен императором Александром I. Сейчас куда вернемся. И вот я решил написать книгу «Легенды и были казенного сада и его окрестностей». Почему легенды и были? Потому что вот тем же возникли парк. Все пишут, что тоже вернем пишут. Значит, сюда в 1818 году 27 апреля приехал император Александр I, который ехал в Черновцы на встречу с императором Францем I, Австро-Венгрией. В Черновцах встали 5 тысяч человек, в Кишине у нее бежило 18 895 человек. Даже так точно 995? Да, был уже первый мэр города Ангел Ноур и уже была первая премария. Да, вот. Получается, и пишут, что когда была жена Бахметьева, типа, сказала, что мы хотим открыть парк, и царь сказал вправо от митрополии. То есть, в 1812 году Бессарабия, территория, по-моему, не вся была Бессарабия, вошла в состав Российской империи. Плохо ли, хорошо, не собираясь у них каменьки обсуждать. Так легла карта. История. История так сказала. Распорядилась история. Да, вошла туда, хотя русские войска находились и в Ясах Потемкин был, и все, и генерал Киселев был в Бухаресте, и Шасяу Киселев, Шти, Шасяу Киселев, Они называют Киселев, они называют Киселев. Человек, который подругил Румынию первую конституцию, у вас не в этом. Вопрос в том, что Кишинев в 1880-м стал столицей, он стал Бессарабия, частью Российской империи. И Кишинев решили сделать столицей. Правда или неправда, пишут, что никто не хотел. Тот же Бахмедев губернатор писал, что тут нельзя, тут воняет, плохо, земли приезжают церквям, это правда. Но Бадулец-Кубадони уже стал закладывать в 1813-м году метрополию, на месте, где ходил дом правительства, площадь Великого Центрая Собрания, он там стал метрополию. Весь этот квартал, здесь находится кофемолка на бассейне, между прочим, тогда на месте бассейна был пруд. То есть вот там месте всю жизнь был пруд. Может быть и первый бассейн построили там, потому что из земли бежала вода. Вполне возможно. И может до сих пор бьет, я не знаю, я, честно говоря, все собираюсь, никак не доходят руки узнать эти вещи. расковырять до бассейна, посмотреть, бьет ли там. Вполне возможно. Почему бы нет? Так дальше. И вот, значит, вот такая вот мысль интересная, выходит вот такая ситуация. Поковырять? Да. А, ну да. И значит, и Бахметьев писал, что, например, о Бахметьеве, о Бахметьеве, он татарин. Бахметьев татарин. Как он прыгает с одной темы на другую. Это все одно и то же. Это все. Бахметьев татарин. А жена у него была полячка, дочь графа Потоцкого и Жозефины Мнишек. Какие фамилии? И как пишет Вигель, который был вице-губернатором, про который Пушкин сказал, почти мой зад, Вигель. Значит, он сказал, что Бахметьева очень любила своего безногого, хворого мужа и очень сильно злоупотребляла в своем служебном положении у неустроенных Бесаравском крае. Цитата потрясающая. Злоупотребляла служебным положением и ничего не меняется за 200 лет. Не нужно меняться за 200 лет не должен эволюционировать сильно менталитет. Человек, да. Хорошо. Да, вот дальше. Муж там 200 тысяч лет немножко, но за 200. Значит, да. И вот, ты знаешь, есть такой Сергей Савельев, ученик в Ютубе, который доктор наук, человек занимающийся мозгом, который говорит, что мы приматы, и у нас первое размножение, еда и это самое, доминирование, да. Так вот, значит, вот это Бахметьева, значит, хотя... А в чем здесь Савельев с доминированием? А потому что мы... А, друзья, я сейчас понял, до меня дошло. Мы за 200 лет не можем эволюционировать так, чтобы категорически отличаться, отличаться от тех, кто жил. Так вот, сбори дальше. И, помните, следующая история. Так вот, значит... А про казенный сад? Давай я... Так вот, взглянемся дальше. А про казенный сад? И вот царь сюда приехал, и Бахпетя Иванович сказал, что... Но есть вторая версия, значит, и царь сказал, вправо от метрополии, давайте мы сделаем сад. Хотя вокруг метрополии, всюду, значит, доимперский Кишинев, доимперский Кишинев, это улица Армянская, речка Бык, улица Александр Челбун, улица Золотая, это прямая улица, тут заканчивается город, и улица Павлова, там, где был домик, вот это был доимперский Кишинев, Кишинев, где жило в 1812-м, жило 7 тысяч жителей. 7 тысяч жителей. Шапки-мечки. Это было как Ялта. Да, да, 7 тысяч. 7 тысяч. Маленькая, уютненькая, и вот, как знают. Здрасте, здрасте. А потом, значит, когда уже стали строить, дальше уже строили верх. И вокруг метрополии, где начал строить Бедовецкую Бадонию, были просто леса. И царь сказал, вправо откроем парк. Хотя на карте Азмидова 1917-го года парк есть уже нарисован. То есть парк, видимо, был запланирован раньше. То есть его создали, кем-план нарисовали, но еще не сделали. Да, может быть, сделаем, вот нет. Приписки, приписки, это наша национальная. А еще одна национальная черта, которая не изменяется со временем. Смотри дальше, вот получается. И вот это еще. Но есть, был такой писатель Хазин, пушкинистый в Кишиневе. Да, да. Который написал, мне вот версия Хазина больше нравится. Он пишет, что Александр Первый был этот, как, любил парки разбивать. И когда Александр Первый приехал, а он же, значит, был на обеде у Метрополита, вечером был в доме Крупенского, он сказал, а почему у вас нет парка? И на что Бахметева сказал, а мы ваше высочество ждали, пока вы приедете и укажете где он будет. Я вот думаю, что вот эта версия более правильная. Она с точки зрения чинопочитания, совсем не столько, она самая правильная. Скорее всего, это было так. Но парк уже был. То есть, мы нашли третью черту, нашу национальную, мелкое подхалимство перед высоким начальством. Это не только наше, это во всем мире такая хрень. Ладно? Слушай, ну могу я нам что-нибудь приписать, а то ты всему миру раздавишь нашу... Можем, первым, нет, я знаю, первый молдаванин был кофе в тысячу, первым европейцем выпищем кофе был молдаванин. И как его звали? Логофет и он Теуту. И это документально отражено вискописке. Ну, это подтверждено в летописке Иона Никулче, который считается первым собирателем фольклора молдавским. Потому что сейчас часть румынских ученых отрицает это. Они говорят, что не мог якобы Ион Теуту выпить кофе у султана, потому что только первая кофейня в Стамбуле появилась в 1545 году. Но я так думаю, что вполне возможно... Кофейня могла появиться позже, но как реплика на... Знать пила уже кофе, я так думаю. Я думаю, что Никулче не соврал. Потому что я когда сказал, что когда его пригласили, он сказал, и он не знал, как пить, он сказал, да здравствует визирь императора и купил кофе как простой напиток. Санататия. Сатриц. И выпил кофе, как мы пьем вино. Как простой напиток. Вот это, вот это есть. И вот это история парка. И вот парк возник. Значит, парк гипотетично возник, как желание угодить высокому начальству. я не думаю. Я думаю, что решили, раз он на плане 17-го года есть, план был заложен. То есть, когда Кишинев стали строить верхнюю часть Кишинева, потому что это уже чисто посмотри на карту. Через пять лет после того, как на карту Кишинева вошло в состав Российской империи. То есть, сверху решили строить город. Достаточно активно, динамично. Батенька, 1812 год, 7 тысяч жителей в Кишиневе. В 1861 году. 49 лет. Сколько жителей жило в Кишиневе? По-твоему? Слушай, я не знаю. По-твоему? По-моему? Не буду говорить, 95 тысяч. Тысяч. То есть, посмотри, с 7 до 12 раз. Ну, за счет пришлых. Понаехали. Понаехали. Понаехали, да. Понаехали тут, а? Дальше. А сколько в то время было жителей, предположим, в Киеве? В Киеве. Слушай, я не знаю. Нет, ты можешь сделать предположение? Ну, давай скажем, 150 тысяч. Да, Кишинев в полтора раза был. Подожди, в 1861 году в 1861 году больше Киева по населению? Да. Так я же всегда говорил, что Одесса пригород Кишинев, так оказывается и Киев пригород Кишинев. В Одессе было 200 тысяч туда уже. Скузаться. В пригороде иногда живет больше, чем в городе. Потому что пригород более такой вот даже мэр оттуда есть. Так что, Батенька, вы, пожалуйста, не переживайте на эту тему. Сутруица. Друзья, мы дождемся все-таки, когда Александр напишет эту книгу. И дальше. И вот, слушай, вот, значит, и вот, когда начал писать эту книгу, вот я не даю сказать. Давай, говори. Ну, вот, извини вас, но не даю. Но ты мне прости, чтобы по книгу рассказать, говори. Если, Александр, вдруг в силу каких-то обстоятельств бросит писать эту книгу, потому что я себе представляю, что писать он будет с этими вот чудесными словечками и с этими интонационными оттенками, которые ни на что не похожи, кроме как на на бессарабца, да, бессарабский такой говорок. Ну, бессарабский говорок есть 100%. Вот, если он не будет писать, мы должны подойти его и подтолкнуть так вот ногой в мягкое причинное место, что давай, 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 обещал, пиши. Так вот, идем дальше. И вот, я стал изучать историю парка и влез туда. А когда я дошел до благородного собрания, я вообще фонарил, благородное собрание. Значит, суть в том, сначала, значит, в 1820 году на месте памятника Штёва-Началмаре построили кофейню Фукса. Казино, резервный трактир, где был бильярд, где была кофейня, где даже потом повар Тардиф работал, который еще писал Пушкин. Где собирались, но в 1800, по-моему, в 1820 году его решили сломать, потому что митрополит Сулима возмутился, говорит, что напротив была построена семинария, где семинаристы слушали говор извозчиков, рассказ о личной жизни господ, он сказал, что это корректно. И тогда сломали и построили благородное собрание на месте, где сейчас находится кинотеатр Патрия. И когда я, и даже сейчас на Яндекс.Зене я стал писать, у меня даже легенды были казенного сада, я стал писать, сначала у меня был один, а тут одна статья была про благородное собрание, сейчас их пять. то есть настолько растет, ты знаешь, в этом благородном собрании два раза баллы делал Врангель. Да ну? Нет, не знаю. А ты знаешь, что в Кишиневе в тысячи, при румынах, издавался журнал «Золотой петушок», который главным редактором был Игорь Северянин. И который Бунин, Фитхой писали первыми сюда в этот журнал. Три номера вышло. «Золотой петушок». Три номера. Вот это. Там пела Анастасия Вяльцева, самая дорогая певица Российской империи. Там был театр на 800 мест. Можете представить? Ну да, могу. Это могу. Вот. И опять же, с этим театром 800 мест. Знаешь, вообще-то куда? Начинаешь читать, ищешь румыны в 1935 году решили сделать кинотеатр там и поломали здание. Ну, извини, какой дебил будет ломать здание, где шикарный театральный зал на 800 мест? Ни один дебил это делать не будет. Так. А кто это сделал? Помнишь, такая была в Румыне Железная Гвардия Гвардия Деферт? Зелю Кадриану. Гарда Железная Гвардия Деферт, да. Железная Гвардия Так вот, я нашел такое в Румынском источнике, нашел такое вещь, что в январе 1937 года студенты театрологического факультета и студенты Северного института Железная Гвардия заняли этот зал. Зачем? Пока не знаю. И, насколько я оттуда понял, их выкуривали из полиции. Так что расфигачили весь зал, весь это благородное собрание. Я объясню, почему. Потому что Кароль, будучи королем, очень сильно боролся с Железной Гвардиями. Их расстреливали. Все-таки я тебе хочу сказать, что организации с фашистской наклонностью, они только разрушают все, что можно разрушить. Согласен. Нет вообще, вот эти многие вещи такое. И вот получилось так, Кароль очень сильно боролся. Есть, я не знаю, правда, не правда, я читал, что в 1936 году на Штефана угол Пушкина в парке три дня валялись трупы расстрелянных Железных Гвардейцев. Потому что Кароль очень жестко с ними расправлялся. Те, которые убили Йоргу, вот эти, все Железные Гвардейцы, да, которые потом пришли к власти, в перемене на Тонесскую власти. И вполне возможно, вот я пока только нашел вот это, что зал был разрушен, видимо, разрушен был, потому что, наверное, артиллерию применяли. Потому что ни один дурак не будет разрушать зал на 800 мест, театральный. Перепочим, в этом зале Нехто Гудман в 1896 году провел, сделал первый киносеанс с Одессы. А на следующий год в Кишинев приехал Феликс Мезгиш. Пишут это, Феликс, один из работников кинокомпании «Братьев Люмер», фирмы «Патех». И вот есть воспоминания, правда, пленки не сохранилось, но вспоминаю в его книге, что он снимал учения военных, а вечером на показе, уже показывал вечером, встретился с героем. Главным это был Жан-Жузеф Луи Наполеон Бонапарт, генерал русской армии. То есть, оказывается, во второй половине 19 века французы выгнали из своей страны всех бурбонов, напартов, валуа, всех, кто имел отношение к королевским кровям, выперли всех с Франции. И препятник Бонапарта поехал в Россию, уснулся на военную службу и стал генералом, командиром генерального полка. И в принципе, в Кичиню он был на учениях и был заснят, правда, пленка не сохранилась. Но, если даже это легенда, то тоже красивая легенда. Вот я тебе хочу добавить, что недалеко от казенного сада в 1877 году был прочитан декрет императора, которым он объявлял войну Турции. Турции, да. И вот туда скачать с какого повода. Это вот по диагонали где-то в 100 метрах произошло от казенного парка. Потому что было губернское собрание, вот этот дом, где сидел губернатор. приятно говорить с умным человеком. Понимаешь, какая ситуация. Вот какая, Саша, это не тебе комплимент, это я себе делаю комплимент, что я говорю с умным человеком, в надежде, что ты скажешь, что я тоже умный. Но, в этом году, в этом году праздновалось 100-летие Румынского театра. Да, именно там возник Румынский театр, в здании благородного собрания. В 1921 году возник Румынский театр. В общем, даже приезжал Джорджи Энеску в Кишинев, но он играл не в двуну, он играл в епархиальном доме, между прочим. Но приезжала куча артистов румынских, и там знаменитых очень. Я пока, вот сейчас, я как раз не дописал еще, у меня в книге нет главы про театр румынский, надо пойти, и там господин Ауреал Данила написал же книгу про кишиневскую оперу, там оперы пели, там пели оперы в благородном собрании. Друзья, вы знаете, и сейчас традиция ожила в новом формате. Если вы вечером придете в Александровский сад, он же казенный сад, он же парк Пушкина, то там дамочка бальзаковского возраста с небольшой колонкой и устраивает по вечерам элегантные танцы, танго, вальсы, и люди пенсионного возраста в Александровском саду сейчас, в наше время, по вечерам Капельмейстер Чернецкий там играл оркестр Лубенского полка, там всегда играл оркестр. Так вот, и в этом парке там поставили памятник Пушкину. Как написал, памятник Пушкин поставлен в этом самом в малом кругу около лавочки Канта и Цингера. Кто такой Кант? Ну это не тот Кант, который Эммануиль, просто Кант какой-то еврейский Кант, Кишиневский, и Цингер, что за лавочка, но вряд ли лавочка, где они сидели, где-то что-то продавали. Что-то продавали, Но там памятник Пушкин установил около буфета Капмари. А буфета Капмари, в переводе с Молдана. там был Молдан Капмари, который еще владел гостиницей Националь и ресторан Националь. И вот в буфете Капмари, очень красивый, десертный буфет, там, ко всему прочему, в этом буфете некоторые вещи подавали. Я когда посетал на фонаре, там подавали кефир. Единственное место, где продавали кефир в бутылочках, от провизора Маргулиса, который, по-моему, в 1800-1900 году свой кефир сделал, в этом самом, в аптеке продавал, то вот там кефир продавался в бутылочках. И вот и там же, вот там продавался бальзам от провизора Лейба Гиршковича. О! Понимаешь-ка ситуация? Мы так, таким вот длинным, окольным путем, как настоящие герои, которые всегда идут в обход, мы подошли. А самое интересное, дайте расскажу дальше, смотри-ка, ситуация. Смотри-ка, самая интересная ситуация. Оказывается, чтобы стать провизором в русской империи, это тоже была проблема. Надо было пройти практику. Нет, батенька, во-первых, для этого надо было сначала проработать как минимум три года аптекарским учеником. Помощником в сельской местности. Нет. Просто аптекарским учеником. Он человек, который хотел стать провизором, он должен три года стать аптекарским учеником. И он говорит, мальчик там, который там помогает, потому что тогда же не было там... Научись заворачивать этот порошочек, вот этот самый пакетик, который... Научись растирать. Три года. После чего сдать экзамены. Так. После того ты должен поработать как минимум три года аптекарским помощником. Так. Аптекарским помощником. И после этого сдать опять экзамен. И после этого? Чтобы стать провизором в городе обозвучить надо было университет батенька издать. И получить диплом, что ты... Но! И основная масса провизоров местечки Кишиньев учились кто в Киеве, кто в... Скорее всего учились в Варшавском, в Древском университете, там в Германии очень много училось. Вопрос, какая ситуация. Тут получается. И вот когда мы стали изучать все эти штуки, все изучать, просто интересно стало. То есть, во-первых, как любой еврейский мальчик, тут Лейбгешкове закончен Хедер. А потом, оказывается, в то время было три казена школы. Три казена школы, где в школе учили и все такое прочее. Понимаешь? То есть, именно чисто еврейские школы, где изучали и Тору и все прочее. Как странно, тут у нас было очень и профессиональное обучение, вот это самое, и были специальные камережские училища. Вот там, где я учился во второй школе, там здание старое, то это было камережское училище, где учились дети еврейцев чтобы получить профессию. Да, такой еврейца. Да, вот. И смотри, получается дальше. И тот Лейбгешкович, вот насколько там, значит, он был профессор, он ходил в синагогу, все это евреи ходили в синагогу. В общем, самое интересное, ты знаешь, что для меня это было проявлено, что синагога, это у евреев, это не церковь у русских, у православных. Синагога, я бы сказал, мне вот, я сейчас читаю, это больше такого профессии, профессионального, потому что у нас, говорят, было до 77 синагог, но я считаю, что многими, что неправильно, до 60 было, потому что были синагоги и молельные дома, синагоги и молельные, но была синная синагога, где, есть была деревянная синагога, линария, была стекольчик, где, можно я тебе, да, ты не только со мной разговариваешь, вот, да, извините, ради бога, так вот, и была там еще, то есть, получилось так, что люди, было садового грибовщиков, то есть, люди собирались по, по профессиям, по профессиям, общались, то есть, там немножко, и дальше, что я дальше еще интересно нашел, вот, вернемся, вернись к бальзаму, я вернусь к бальзаму, я вернусь в 1815 год, когда, я вернусь к бальзаму, я вернусь в 1815 год, да, секундочку, вы подожди, вопрос, вот, а нет, это все, история, это все проще, объясню почему, значит, царь Александр I, послал свинина тугого, был такой писатель, свинин тугой, чиновник, и писатель, послал его в Бессарабию, рассказать, чтобы сделать ревизию этой страны, вновь подсоединенной, потому что очень долго Молдавия жила, в Бессарабии жила под своим правилом, то есть, ее хотели сделать, как в Финляндии, чтобы она жила, но, посмотрев на всю эту, азиатчину, ее ввели русское правление, да, не, подожди, не азиатчина, у нас, Балканщина была, Балканщина, ввели русское правление, не путаю, Балканщина, это покруче азиатчина, в смысле куматрии, в смысле кикимики, и вот, когда Свинин, и Свинин, значит, очень интересно, Свинин, Свинина соображал Константин Стаматин, наш молдавский писатель, который, о всем, что происходило, рассказал Александру Сергеевичу Пушкину и Александру Вельгману, а Пушкин рассказал Гогулю, а Гогулю написал Ревизор, и огромное количество историков склоняется, что Ревизор написан с Бессарабских событий, ну, да, нормально, конкретно, да, так вот, Свинин пишет, джиды в Бессарабии, двух видов, это все 15-й год, оказалось бы, там есть евреи, которые ходили в казенном немецком платье, приехали с Польши, и с Польши, и Германии, и это Ашкенази, и были сефарды, были караимы и сефарды, были корчаки, оказывается, которые ходили в турецком платье, ходили в феске, и вот, помнишь, Скуфи Жидов писал Пушкин, он ходил в таких фесках, вот, между прочим, пока что... Подожди, у тебя турецкая или еврейская феска? Это араб, это восточная феска, турецкая, значит, и арабская, в общем, Кемалий, это тюрк, запретил ношение в феске, в начале 20-го века, чтобы убрать османщину, но вот тут, в Кишиневе ходили, в них ходили арабы, либо ходили турки, либо и арабские, турецкие евреи, которые у нас, у нас арабов и турок, тут было мало, арабов вообще не было, турок было мало, были турецкие евреи, которые называли Наладина, и носили турецкий фес, и вот он пишет, что, и потом, очень что, вот я не надо, очень интересную вещь, извини, извини, а ты ее почему носишь? Потому что я варю турецкий кофе, как мусульман, а мы еще, знаешь, как Пушкин написал, как мусульман в своем раю, с восточной гощей кофе пью, в 8-й главе Евгения Ягина написано, потому что Пушкин, Кишинев пил очень много кофе, дальше, вопрос не в том, что, и вот тут, чем интересен еще Кишинев еврейский, тут такая вещь интересная, что у нас были, ашкеназий польские, у нас были ашкеназии немецкие, у нас были литваки из Вильнюса, которые, литовские евреи, которые там они есть, у нас были Караимы, у нас были крымчаки, у нас были сифарбос, у нас были бухарские, горские евреи, у нас все было, и вот чем отличие Бессарабии от других регионов Российской империи, где тоже было, где была, считается, оседлость была, у них не было конфликтов, у наших бессарабских евреев не было внутренних конфликтов, а у кого они были? такие конфликты были, на других территориях Российской империи, где жили, хучно жили евреи, не были конфликты между этими традиционными хасидами, в Бессарабии этого не было, и вот в Бессарабии, потому что, например, я читал, что оказывается «вода не кровь» это еврейская караимская поговорка, «кровь не вода», у нас есть поговорки в еврейском Кишиневе, есть поговорки от сифардов, то есть, вот они жили, симбиоз такой был, это чем отличалась Бессарабия? Толерантностью, я очень люблю фразу Александра Фомича Вельтмана, Александр Фомич Вельтман, русский картограф, который, например, Кишинев в 1818 году, в марте месяца, писатель, как вы писали, Бессарабский аэт, который даже на Бессарабянке женился, так вот, потрясающая фраза, которую я люблю и повторяю всегда, посмотреть на борьбу булгарскую, на джок молдаванский, на музыку цыганскую, на кущи жидовские, на лавки греческие, на кофейни турецкие, вывеска марчи Данда Дальмоде в французской, поменяет рубли русские на мелочи австрийской, как здорово, после тихих провинциальных переулков Белокаменной Москвы, ощутиться на перекрестке, где сталкиваются все древние народы Азии, Европы и живут в мире и согласии. У нас толерантная страна, живут все в мире. Я не беру, у нас были нюансы. Стоп, Александр, не порть дальше, потому что вот на этой чудесной ноте, вот этой чудесной цитаты, мы и завершим сегодняшнюю передачу. Я на следующей неделе обязательно попрошу Александра прийти, и мы продолжим разговор о наших исторических ценностях, достоинствах и нашем наследии. Плыхаем православные! Друзья, всех благ, Александр, большое спасибо!